Супернова, которую сегодня спрашивали, она у нас будет идти уже с нового года под названием, почему, потому что сами расстроились, так сколько рекламы, мы ее ожидаем, она скорее уже будет под названием, там еще вопрос решается, вопрос регистрации, Украина, мы хотим быть в Европе. Все то же самое, за это можете даже не волноваться, все то же самое, томат классный, сам себя от хозяйства выращивали, ну первое, среди крупноплодов он был самый первый, даже имея опыт такого при посеве, посады деревень 5 марта и высадки самой рассады 25 апреля, мы накрывали ее обработкой, это даже не дом, не теряем. Это Юг Николаевского области? Да, это Юг Николаевского, первая выпорка 3-го июля, на самом деле это реально ранние сроки и урожайностью 80 тонн, то что на практике, то что мы всегда в хозяйстве избираем. В этом году, кстати, мы его сдавали, супернову, первая цена была 18,9, то есть он ишел как тепличка, ну а также его распробовали в закрытом грунте, опять же та же самая Каменка, Закарпатья, ну ищет как удешевить свои технологии, цена семечки там высокорослого томата там, грубо говоря, 2-3 с чем-то, вот, а супернову там порядок меньше. 55 кг, да. Да, и приспособили ее для выращивания на ранее в теплице, формируют два степла, к сожалению, мы здесь не увидим, то что нам Миша рассказывает, потому что у нас, ну попробуем. Серж, у тебя в Одессе ее выращивали? Да, у меня в Одессе, мы ее полюбили, в маяках, но в этих регионах, где закрытый грунт, они ее выращивают как культуру, которую быстро можно убрать, сформировать до пятой кисти, быстро она сдается, и сразу же там или огурец следующий, и следующая позиция пошла. Чем она понравилась? Тем, что очень плотный, транспортабельный, с носиком, вот этим небольшим носиком, если там с обылителями работать, он явнее выражен, либо же сбором, вот. И устойчивый к заболеваниям. Я не говорю, что 100%, но есть сухую гниль, допустим, выдерживает, за счет того, что он очень быстро отдается и ранит его. А сколько среднего с куста они убирают? Ну, они стараются где-то до 3 кг убрать с куста, и потом следующая позиция. Некоторые садят после ранней капусты, допустим, что это касается Измаила, середина апреля ее убрали, и сразу же томат пошел. Вот. И дальше после томата еще и третий, этого огурец идет. Поэтому, они у вас будут спрашивать, на самом деле у меня сейчас много заказов, в сторону Одессы, ее нету тоже в наличии. И все предупреждают, что она будет уже под названием каста. А есть какие-то вот условия, чтобы убравился этот носик? То есть они все должны идти с носиком, или мы можем... Тут, если, я заметил по этому томату, если сильно обильное питание, то этот носик затягивается. Ну плюс, если в закрытом грунте работать апрелями, штучно, как цветки апреляют, то он более явно выражает. А если он не терстерс, я думаю, что не появится? Смотрите, я увидел, он в любом случае будет, но если вы увидите, вот даже Миша сейчас показывал томат, то есть плод до 250 грамм, он генетически держит носик. Но когда он уже, как Селеда сказал, начинает его качать, там, например, калия захонять и все остальное, он его раздает. Просто томат становится, он как бы отзывчивый на калийное питание. И он просто растягивается, и понятно, что этот носик уходит. То есть, если больше 220 грамм, если его уже больше качать, то не будет? Ну, если будет выкачать за 300 грамм. Если он сильный, то он сам будет набирать этот томат. Вот то, что я уже говорил, томат будет 200 грамм, хвостик... Вот тут с опылителями как раз и работали. Явный носик, видите? Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.